Масштабная диспансеризация позволяет охватить большой процент населения. Сделать это в нынешнем году могут те, чей возраст без остатка делится на цифру 3. Если же год рождения не совпадает с годом диспансеризации, то есть возможность пройти профилактический осмотр. В любом случае, обследования направлены на выявление факторов риска хронических и инфекционных заболеваний. Диспансеризация занимает несколько дней и проводится бесплатно. Многие пациенты отмечают удобство планового обследования. Я думаю, нужно это здесь. Нужно, если пройду, уберены для своего здоровья. Быстро помню, я вчера все анализ сдал. Вот сегодня забыл глазной заходить. Начинается диспансеризация с визита к участковому терапевту или с отделения профилактики. Тех, чье здоровье вызовет у врача подозрения, отправят на более углубленные обследования. Для населения диспансеризация – это реальная возможность проверить свое здоровье и уберечь себя от заболеваний, либо выявить болезнь на ранней стадии. Человек сам может определить, если в этом году ему исполняется количество лет, делящиеся на три, он спокойно может пройти диспансеризацию бесплатно. Для этого нужно обратиться в кабинет медицинской профилактики. Такие у нас есть в каждой поликлинике, не выстаивая очередь к врачу-специалисту. В рамках этой диспансеризации в зависимости от возраста можно пройти различные виды анализов. Это, опять напоминаю, зависит от возраста. То есть это ЭКГ, измерение внутриглазного давления, необходимые анализы и, естественно, консультация заключительного терапевта с важнейшими рекомендациями в зависимости от того, что выявлено. В этом году запланировано охватить более 26,5 тысяч человек. С начала года диспансеризацию уже прошли более 2,5 тысяч жителей. Медики считают это хорошим показателем. Заведующее поликлиническим отделением добавило, что с этого года вводится обязательное заполнение при посещении врача анкеты на предрасположенность к онкологическим заболеваниям. Любой человек, который обратился в поликлинику за медицинской помощью, сейчас обязан заполнить анкету онкоконтроля. В этой анкете имеется 8 вопросов, которые затрагивают именно состояние здоровья, касающееся онкологического заболевания. То есть какие-то симптомы выявляют, всего 8 вопросов, но уже настороженность появляется, если хотя бы на один вопрос человек ответил «да». В прошлом году во время проведения диспансеризации было выявлено около 10 случаев онкологии, о которых пациенты даже не знали. Основной причиной смертности от заболеваний в регионе медики называют болезни систем кровообращения и онкологию. В связи с этим диспансеризация направлена на то, чтобы выявить социально значимые заболевания. Это онкология и болезни систем кровообращения. Марина Медвинская, Альберт Гарипов, информационная программа «Ежедневник».